Библейский портал экзегет.ру представляет 19 глава книги «Левит», я читаю перевод российского библейского общества для библейского портала «Экзегет». И вот прямо, знаете, даже вот отдыхаешь на этой главе, там до сих пор бесконечные подробности ритуалов, которые сегодня никто не совершает, всякая нечистота, в том числе вещи, о которых как-то не принято в обществе говорить. И вот, наконец, 19 глава. А как вы будете жить в своей земле? Вот что вам делать? И интересно, что, смотрите, 18 заканчивалось, народы, которые жили на этой земле до вас, они делали всякие гадости, и земля прям перестала их терпеть, изрыгнула их. Смотрите, чтобы с вами не произошло того же самого. Ну и, а как, как, вот только куча запретов, не ешьте свинину, не ложитесь там со своей сестрой и так далее. А что вот положительного-то в этой жизни будет? Вот здесь, казалось бы, мелкие такие правила, но они на самом деле полны глубокого смысла, если посмотреть на лежащие в их основе принципы. «Господь сказал Моисею, возвести все общение сынов Израилевых, будьте святы, потому что свят я, Господь, ваш Бог». Обратите внимание, да, вот причина. А почему, собственно, мы должны себя отказывать в этих удовольствиях? А потому, говорит Господь, что вы мои, а я свят. И вот есть какие-то правила святости, вот есть состояние святости, которое легко нарушить. «Почитайте мать и отца, соблюдайте мои субботы, я Господь, ваш Бог». Не обращайтесь к идолам, не делайте себе литых богов, я Господь, ваш Бог. Это такой сокращенный набор десяти заповедей. Почитать отца и мать, соблюдать субботу, не делать других богов. Вот такой как бы минимум из десяти заповедей – самая краткая выжимка. Они, конечно, у нас есть книги «Исход», и второзаконие потом их повторит. А это вот краткое как бы напоминание о том, что они вообще существуют. Дальше. Ритуалы. И напомню, что книга «Левит» почти исключительно про ритуалы. Но есть исключения, мы вот сейчас их увидим. «Если вы приносите Господу першественную жертву, делайте это так, чтобы она была угодна. Съедайте ее в день приношения или на следующий день, а все, что останется на третий день, следует сжечь. Если съесть ее на третий день, то жертва не будет угодна, это порченое мясо. Тот, кто ест такое мясо, будет виновен, ведь этим он оскверняет святыню Господа. Этот человек будет истреблен и отторгнут от народа своего». Оказалось бы, какая разница, когда что есть. Ну, протухнет мясо, так оно начнет вонять, ведь люди сами поймут. Нет, вот даже в ритуальных вещах есть определенные правила их нарушения, тем самым искажают эту святость Божьего народа и тем самым оскорбляют Бога. Дальше. А вот дальше пошли очень интересные подробности. «Когда будете сжать хлеб на вашей земле, то до самого края поля не доходи, и колоски после сжатвы не подбирай. Виноградники своим не собирай все до последней ягоды, не подбирай упавших виноградин. Оставь это беднякам и переселенцам. Я Господь ваш Бог». То есть, собирая урожай, оставляй. Оставляя и хлеб, и виноград, чтобы потом мог прийти бедный человек, у которого нет своего поля, и подобрать эти колоски. Вот в советское время сажали за колоски, знаменитый закон о колосках. Когда на колхозном поле украл один колосок, ты уже расхититель социалистической собственности срок. А здесь не только не преследуя те, кто это делает, наоборот, оставляем. Ну, не было тогда пенсии, пособий, благотворительных фондов всяких. Вот каждый человек был сам себе пенсионным, благотворительным фондом. Не только себе, но и другим. А это принцип солидарности. Причем не только к своим. Переселенцев это тоже касается. Бедный человек приехал из другой страны. Ему нечем прокормиться. Ему тоже оставь. Он тоже человек. И это вот на уровне, как жертву приносить, как не поклоняться другим богам. Важнейший принцип солидарности. Не притесняя ближнего, не грабь его. Плату наемного работника не задерживай до утра. Не глумись над глухим и не ставь под ножку слепому. Бойся Бога своего, я Господь. Ну, то, что не нужно грабить людей, наверное, любой согласится. Кроме того, кто сам грабит. Но с этим сравнивается. Не задерживай до утра плату. Не то, что по полгода невыплачиваемую зарплату, как у нас бывало нередко. Но даже до утра. Имеется в виду, что расчет идет в тот же день. Это паденная плата, да, то есть каждый день. Глухой, слепой, над ними не издевайся. Не пользуйся этой их особенностью для того, чтобы посмеяться над ними, как-то их унизить. И это на одном уровне с грабежом, посмотрите. А ведь если ты не даешь наемнику то, что он заработал, ты его грабишь, ты у него отнимаешь деньги. Если ты глумишься над другим человеком, ты у него отнимаешь достоинство. Это тоже грабеж. И если ты это делаешь насилием, да, то есть глухой не слышит то, что о нем говоришь. Фактически ты вот как тот, кто бандит с ножом пришел и, угрожая ножом, отнял только там деньги, а здесь достоинство. «Будь справедлив в суде. Не будь пристрастен к бедному, не оказывай предпочтение богатому. Суди ближнего по справедливости. Не разноси клеветы среди своих соплеменников, не становись соучастником кровопролития. Я Господь». Ну, будь справедлив в суде, я думаю, мы все понимаем, насколько это важно. И как это плохо, к сожалению, в нашей стране мы многократно в этом убеждаемся, когда в суде нет справедливости. Но одновременно клеветы не разноси. Ну, наверное, очень мало кто из нас виновен в том, что судят пристрастно. Мало среди нас судей. А вот разносить клевету непроверенные сведения гораздо чаще встречаются. Но ведь это одно и то же. Это нарушение справедливости. Судья выносит приговор, а толпа, пусть и не юридический, но тоже приговор выносит. Кто прав, кто виноват, в чем. «Не питай в сердце ненависти к брату своему. Обличи ближнего открыто, чтобы не отвечать за его грехи». То есть важнейший принцип – не ненавидь, но обличай. Ненависть – это чувство, обращенное на личность человека. Обличение на его поступок. Ты не прав, то, что ты делаешь – это грех. Но это не то же самое, что сказать, ты негодяй, я тебя ненавижу. Разница понятна, да? То есть обличай поступки и слова, но цени личность. Не мсти соплеменнику, не таи на него злобу. То же самое, да? Вот человек может очень многие вещи гадкие совершать из чувства мести. Он со мной так, и я с ним. Он говорит, нет, прощай. И дальше слова, которые мы не ждем в книге Левит абсолютно. Книга Левит про другое. «Люби ближнего, как самого себя. Я Господь». Ничего себе. Вот эти все правила про проказу, про то, как там жертву приносить, про все прочее. Это про «люби ближнего, как самого себя». Да. Просто вот человечество, которое еще довольно диковато, народ, который еще не вышел из младенчества, нуждается в этих бесконечных правилах, как «мой руки перед едой, чисти зубы перед сном, не бери с пола бяку и так далее, в рот не тяни». А потом «люби ближнего, как самого себя». Вот для того, чтобы дойти до этого, нужно, наверное, научить людей просто хоть вообще слушать что-то от Бога, начиная с каких-то простейших правил. И дальше. Вдруг как будто тоже опять пошли какие-то мелочи. Соблюдайте мои предписания. Не случайте животных двух разных видов. Ну, как же амулы между ослами и лошадьми. Не засевайте поле двумя видами семян. Не надевайте одежды сотканной из двух видов тканей. Посмотрите, у нас вся одежда, это даже лучше, да, когда к хлопку там добавили синтетику или что-нибудь еще. При чем здесь это? А вот не переделывай мир. Животные, вот отдельно осла, отдельно лошади. Вот отдельно шерсть, отдельно лен. Отдельно рожь, отдельно овес. Да, вот пусть оно все останется отдельно. Не смешивай, не пытайся смешать вещи, казалось бы, нравственно безразличные. Между леном и шерстью нету никакого нравственного выбора, да. А вот выбор между добром и злом, он опасно может смешаться, если ты привыкнешь смешивать. Вот один из принципов книги Левит, не смешивай. Придерживайся вот того, как это есть изначально. Если мужчина лег с рабыней, вдруг, да, у нас была целая глава про сексуальные всякие, предыдущая, кстати, глава про сексуальные разные практики, и из них многие запрещались. И вдруг. Но это как раз про люби ближнего, на самом деле. Если мужчина лег с рабыней, которая была предназначена другому, но не была, не выкуплена, не отпущена на свободу, то необходимо расследование. Не надо карать их смертью, ведь эта женщина не свободная. То есть, смотрите, это вроде бы прелюбодеяние, да, но на самом деле женщина не свободна, поэтому это уже не та ситуация, когда мужчина, ну, мужчина свободен, женщина не свободная, она особо не выбирает, да, но когда мужчина нарушает чужие права, а здесь чужих прав нету, брачных прав. Пусть этот мужчина в возмещении Господу привезет ко входу в шатюр встречи барана для возместительного жертвоприношения, и пусть священник совершит пред Господом искупительный обряд, принеся барана возместительную жертву за грех, совершенный этим человеком, и тогда этот грех будет ему прощен. Причем здесь это? Вот как-то высокая такая нравственность, возлюби ближнего, как самого себя, а тут, ну, подумаешь, лег с рабыней, принеси барана в жертву. А ведь это тоже ситуация, не торопись с окончательным приговором, да. Вообще-то вот в Ветхом Завете наказание за прелюбодеяние, смерть, вот страшно, грозно, несправедливо кажется нам, но так. А с другой стороны, вот смотрите, но бывают всякие ситуации, может быть, не надо торопиться с этим приговором. То, что потом будет в Евангелии от Иоанна, да, в знаменитой истории про женщине, взятой в прелюбодеянии, да, смерть, а кто из вас без греха, пусть первый бросит камень. Вот есть очень жесткий, строгий принцип, есть его воплощение, которое подразумевает огромное внимание к человеку. Мне кажется, это вот про это. Когда вы придете в ту страну, имеется в виду Ханан, в которую они переселяются, будете сажать плодовые деревья, не обрезайте их крайнюю плоть, плоды их. Пусть три года деревья остаются у вас необрезанными, не ешьте их плоды. На четвертый год все эти плоды будут святыней, праздничным приношением Господу, а на пятый год ешьте эти плоды. Тогда урожаи у вас будут обильными. Я Господь, Бог ваш. Странно, сами себя обрезайте, мальчиков на восьмой день после рождения, а деревья три года не обрезайте. Ну так деревья – это часть природы, израильтяне – это народ Божий, а деревья – это часть природы. И природа, она сама по себе, она отдельна. Вот вы не должны к ней относиться как к чему-то, что вам дано. Оно вам дано, но пусть природа отдохнет сама, потом дайте жертву Богу, лишь потом пользуйтесь ей. Вот это такой запрет на хищническое отношение к природе, на варварское, вот когда все берется от нее. Не ешьте мясо с кровью. Это уже было как такое напоминание. Не выражите и не гадайте. Об этом еще будет подробно. Вообще много очень в этом заявите о запрете на гадание ворожбу, как на попытку самостоятельно договориться с высшими силами. Не выстригайте волосы на голове по кругу. Что имеется в виду? Наверное, какой-то обряд, когда вот вобревали макушку. Не отрезай край своей бороды. И, кстати, то, что евреи носят пейсы, вот такие длинные у них завиваются еще обычно, длинные, как сказать, полоски волос, это вот исполнение этой заповеди. Но изначально, наверное, имелось в виду что-то вроде вобревания вот здесь висков, тоже связанное с какими-то ритуалами языческими того времени, вероятно. И дальше. Не наносите себе порезов ради умерших. Не рисуйте на своем теле знаки. Я Господь. Тоже, видимо, некие языческие практики, когда вот знак скорби, человек там наносил себе шрамы, там, татуировки какие-то. Вот это все запрещено. А дальше набор, ну, собственно, мы уже в нем, набор таких очень разных принципов, связанных вот с этой чистотой любви к ближнему, здесь некоторое количество, и святости, потому что Бог свят. Да, вот две вещи взаимосвязанные. Цени своего ближнего, относись к нему соответственным образом, и себя тоже держи в чистоте. Не заставляй свою дочь оскверниться развратом, стать продажной женщиной, иначе земля осквернится развратом и наполнится гнусностью. Ну, довольно понятно, да. Соблюдайте мои субботы и чтите мое святилище. Я Господь. Не вопрошайте мертвецов, духов, ведунов, чтобы вам не оскверниться. Я Господь ваш Бог. Опять-таки, не вступайте в отношения с другим миром, вот самостоятельно вне почитания Бога. Чтись едины, вставай перед стариком, бойся Бога твоего, я Господь. Кстати, люди с Востока гораздо лучше в повседневной жизни исполняют эти правила и встают перед стариками. Да, вот в западной культуре это как-то не очень уже принято. Не притесняйте переселенцев, которые будут жить на вашей земле. Важнейший принцип – твоего ближнего люби. Оказывается, ну, вот в полном смысле люби, наверное, единоплеменник, вот в этом ветхозаветном контексте. Но любой человек, который рядом с тобой, достоин твоего уважения и твоей симпатии. Относитесь к переселенцу, который живет у вас, как к коренному жителю. Ничего себе. Гастарбайтера принимай как своего родного. Иммигранта незаконного. Да, потому что и он человек. Более того, люби его как самого себя. Ведь и вы были переселенцами в Египте. Люби его как самого себя. И ты был иммигрантом. Вообще-то мы все переселенцы. Если верить ученым, то мы все переселились. Хомо сапиенс вышли из Африки довольно давно. И все остальные территории были заселены. Когда-то мы здесь не жили. Я, Господь, ваш Бог. Ну, как такая печать, которая здесь в конце каждого блока заповедей появляется. Будь справедлив в делах, когда меряешь, взвешиваешь или отмеряешь объем. Пусть у вас будут правильные весы и правильные гири, правильные фаи и правильные гин. Ну, соответственно, меры объема и веса. Я, Господь, ваш Бог, уведши вас из Египта. Казалось бы, это здесь при чем? А вот нельзя обвешивать, обмеривать, нельзя обжуливать, обсчитывать, потому что есть Бог. Вот почему есть представление о том, что люди, которые очень строго религиозны, они честны в торговле. А почему такие люди часто становятся... Причем даже неважно какие. Там старобрядцы русские или кальвинисты швейцарские. Они становятся очень такими успешными торговцами. А потому что они честны, потому что они, взвешивая товар или отсчитывая деньги, перед Богом это делают, а не перед покупателем, так, чтобы выгадать что-то лишнее. Соблюдайте все мои предписания и законы, исполняйте их. Я, Господь. Здесь такой можно было бы сделать финал. Но книга Левитча продолжается, там еще довольно много глав. И там отчасти эти вещи повторяются. И дальше будет довольно много про наказание и про разные, конечно же, в книге Левитча ритуальные подробности. Но следующая, 20-я глава про наказание. Продолжение следует...